Сегодня мы делаем пельмени! Происхождение слова пельмени берет свое начало и слово пельнян, которое означает хлеб от ушей. Правда? Да, правда. Говорят, что пельмени происходят из Китая или Сибири. Они особенно хороши в сибирскую зиму, потому что они полны энергии и их очень легко готовят. Сейчас они попираны во всем мире и являются очень известным блудом русской кухни. И главное, что они очень-очень вкусные. Для них нам понадобится чуть-чуть муки, яиц, что еще? Соль. Перца. И чуть-чуть воды. Можно? Уже очень вкусно. Потом, после этого, мы взбиваем всю эту массу, перемешиваем ее вот в этой машинке. Осторожно, будет очень шумно. После того, как мы доделали тесто, его надо положить в холодильник и охлотить на где-то полчаса. Мы делаем начинку. У нас есть фарш. Здесь. И мы добавляем соли. Мы добавляем перца. И один порезанный лук. И сейчас мы перемешиваем. Теперь мы раскатываем тесто. Разрываем тесто. Да, в такую форму, круглую, что потом из этого было легко сделать вот такой вот пельмень. В эту круглую форму мы кладем фарш. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Совершенно. Самое маленькое. И секрет всего этого, это то, что, да, можно сюда класть чуть-чуть, самую малость. Масло. Мы влечаем в центре. Да. И потом в центре. Такую форму. И зацепляем в середине. Вот один готов. У нас много делать. А теперь они готовы. А теперь они варятся. Они варятся четыре минуты. Едем. Вкусно. Это сметана. Вкуснее всего есть со сметаной. Правда вкусно? Правда. Спасибо. И до следующего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok